Здравствуйте! В эфире ЮНьюз, новости на городском телеканале ЮТВ. И для начала краткий обзор прессы. Рустам Хамитов может остаться президентом республики до 2016 года. Об этом пишет сайт f1.ru. Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении закон, согласно которому продлены сроки на именование глав республик президентом еще на один год, до 1 января 2016 года. Таким образом, Рустам Хамитова можно будет называть президентом республики в течение всего следующего года. Напомним, соответствующий закон был принят в 2010 году. Изначально предполагалось, что регионы изменят свои конституции в соответствии с законом до 1 января 2015 года. Но в Госдуме пояснили, что осталось два региона, Башкортостан и Татарстан, где это не успели сделать. Поэтому было решено продлить сроки на именование руководителей этих республик еще на год. Мэри Уфы планирует подписать соглашение по проекту канатной дороги в начале следующего года. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас готовится техника экономической обоснования канатки. Вопрос о создании новой транспортной системы в Уфе начал рассматриваться еще этим летом, когда власти разместили на сайте госзакупок заявку на проведение изыскательных и проектных работ. Пилотный вариант предполагает запустить канатку от остановки Юризань до парка Кашкадан с перспективы продолжения до у микрорайона Инорс. По предварительным оценкам пропускная способность канатной дороги может достичь до 2000 человек в час. На период новогодних каникул Куйбышевская железная дорога дополнительно назначает 111 рейсов. 22 поезда по 111 дополнительным рейсам будут курсировать в период с 26 декабря по 12 января. Расписание дополнительных поездов опубликовано на официальном сайте РЖД. Уфимский двоеборец Дамир Хинсердинов стал победителем этапа Кубка России. Сайт Министерства молодежной политики и спорта РБ пишет, что в Пермском крае на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» прошел четвертый этап Кубка России по лыжному двоеборью. В Кубке России участвовали 40 спортсменов со всей страны. Соревновались двоеборцы в прыжках на лыжах, с трамплинах К-95 и лыжной гонке на 10 километров. Нашу республику на турнире представляли 6 спортсменов. Дамир Хинсердинов стал победителем, вторым был другой уфимец Артур Зайнулин. У меня на этом все, а теперь мы переходим к другим новостям.